В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталия Портникова. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа! Польша, Латвия и Литва могут закрыть границы с Республикой Беларусь из-за возрастающей угрозы со стороны наемников частной военной компании «Вагнер», которые после так называемой попытки военного мятежа в России перебрались в соседнюю Беларусь. В Варшаве и в Балтийских столицах опасаются, что вагнеровцы могут захватить примерно на 100 километров протянувшийся вдоль литовско-польской границы Сувалский коридор. В этом случае Латвия, Литва и Эстония полностью лишатся сухопутной связи с Польшей и с другими странами НАТО и окажутся в полном окружении России и Беларуси. Возможен ли вообще захват Сувалского коридора и провокации на границах Польши и Литвы? Почему Владимир Путин утверждает, что якобы Польша намерена аннексировать часть Украины, а Лукашенко, поддерживая эту тему, заявляет о готовности помочь западным регионам этой страны? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Антон Барковский, украинский журналист, публицист. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Виталий. И с нами на связи из Варшавы Наталья Радина, белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия-97». Здравствуйте, Анталия. Здравствуйте. Но прежде чем начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о дислокации в Беларуси и угрозах со стороны наемников частной военной компании «Вагнер». После попытки мятежа в России и передислокации в Беларусь наемники ЧВК «Вагнер» продолжают осваиваться на территории соседнего государства. Основатель компании Евгений Пригожин обещает сделать из Белорусской вторую армию мира. Вагнеровцы уже несколько недель проводят совместные с белорусскими военными тренировки на различных полигонах, в том числе и недалеко от границы с Польшей. По данным Государственной погранслужбы Украины, сейчас в Беларуси находятся более 5000 российских наемников. Основное место их расположения – лагерь возле деревни Цель в центральной части страны. На спутниковых снимках на этом объекте заметны свыше 300 палаток, а также несколько сот грузовиков, микроавтобусов и небольшое количество боевых бронированных машин. Эксперты не исключают, что подразделения «Вагнер» могут атаковать из Белоруссии приграничные территории не только Украины, но и соседних стран Европейского Союза. 23 июля на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Стрельне под Санкт-Петербургом Александр Лукашенко заявил, что якобы удерживает бойцов ЧВК «Вагнер» от похода на Польшу. «Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на запад – разрешите нам. Я говорю, вам зачем на запад туда? Ну и втихую мы же контролим, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и жежу. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие». 21 июля на совещании с членами Российского Совета Безопасности Путин заявил, что Польша якобы может непосредственно вмешаться в российско-украинскую войну и аннексировать часть территорий Украины и Беларуси. Варшава обвинила российского президента во лжи и стремлении спровоцировать эскалацию. На переговорах с Путиным Лукашенко коснулся и этой темы, заявив о неприемлемости планов Варшавы. «Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польши неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать». Тем временем Польша из-за возрастающей угрозы со стороны Беларуси перебрасывает свои армейские подразделения на восток. Накануне о выдвижении группы вагнеровцев в направлении Сувалкского коридора, соединяющего границы Польши с Литвой, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моровецкий. «Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что свыше ста наемников ЧВК «Вагнер» направляются в сторону Сувалкского коридора возле белорусского города Гродно. Почему они это делают? Конечно, это шаг в направлении дальнейших гибридных атак на польскую территорию». После того, как Пригожин и его наемники получили убежище в Беларуси, протянувшиеся примерно на 100 километров вдоль литовско-польской границы Сувалкский коридор, часто упоминают российские пропагандисты и депутаты парламента. В середине июля глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что одной из задач вагнеровцев может быть захват Сувалкского коридора, что позволило бы соединить Калининградскую область России и Беларусь, отрезав от других стран НАТО Литву, Эстонию и Латвию. За ситуацией в приграничных с Беларусью областях пристально наблюдают и в Украине. На ее северных участках границы установлены десятки тысяч минных заграждений и продолжается укрепление фортификационных сооружений. По данным украинской разведки, Лукашенко использует российских наемников в основном для нагнетания ситуации. Их количество и расположение в Беларуси пока не представляют серьезные угрозы для сил обороны Украины. Начнем с запада Украины, тем более, что мы беседуем во Львове. И, насколько я понимаю, это вот такая первая цель то ли белорусских вооруженных сил, то ли польских военных, которые собираются аннексировать регионы, которым собирается противостоять Лукашенко. Еще недавно это могло бы показаться полным маразмом, но после того, как вагнеровцы появились на территории Беларуси, ничего уже не кажется невозможным. После обстрелов Киева, после Буча, мы понимаем, что Кремль выходит на определенные точки невозврата. То есть его фантазмы, они двигают вперед любую рациональную политику. То есть про рациональную политику мы забываем и начинаем оперировать в категориях, скажем так, имперских фантазмов. Вот имперский фантазм первый – это необходимость подпушить, напрячь то, что называется восточным флангом НАТО. Путин не пересекал вот этих вот красных линий, ну если не считать нескольких ракет, которые приземлились на территории Румынии и на территории Польши. То есть коллективный евроатлантический альянс закрывал на это глаза. Но Путину мало. То есть Путин свято верит в то, что если он будет подпушивать, поднимать градус напряжения с возможным срывом вооруженный конфликт, вот тогда в Евроатлантическом Союзе его услышат и, возможно, начнут несколько притормаживать снабжение нас необходимыми ракетными и прочими системами. Вот, я думаю, его цель. Но самая большая проблема в том, что не бывает маленькой вооруженной провокации на границе с блоком НАТО. То есть Евроатлантический Союз будет обязан отвечать. Но Пригожин для них, скажем так, очень удобная прокладка. Они надеются, что можно использовать Пригожина, как какого-то, я не знаю, там, не знаю, чертика из табакерки. То есть он как бы не наш. Он как бы и не путинский, он как бы и не лукашенковский. Это как бы такое вот, знаете ли, вооруженное образование. Дадут Западу возможность не ответить, если Запад захочет не ответить, скажем так. Да, да, да. Но Запад может оказаться в ситуации, когда он не может не ответить. Наталья, хотелось бы понять, честно говоря, какую роль во всей этой истории играет Лукашенко. Потому что вот Антон же говорил о том, что хочет Путин, чего не хочет Путин. А произносят все эти фразы, не Путин, самое интересное. Все это говорит совершенно другой человек. Глава совершенно другого государства. И про Западную Украину, что он готов помочь. И про вагнерцев, которых он не может удержать. И они хотят на экскурсию в Жешеве, в Варшаву. Это же не Путин говорит. Это все Лукашенко говорит. Мы цитируем Лукашенко. А может быть, действительно это все Лукашенко хочет устроить, а не Путин? Нет, ну на самом деле нужно понимать, что Лукашенко и Путин вообще это одно целое. И, в общем-то, Лукашенко сегодня озвучивает те путинские планы, которые пока почему-то там могут не звучать из Кремля. Лукашенко всегда надо слушать внимательно. Он как человек эмоциональный очень часто проговаривается. Но что касается вот единства планов, то есть оно было всегда. И мы вспомним, что те же планы нападения на страны НАТО и захват Суваловского коридора отрабатывался очень давно на белорусско-российских военных учениях. Начиная с 2009 года на территории Белоруссии или на территории России проходили эти совместные учения. И планы этих учений были хорошо всем известны. Белорусская оппозиция тогда призывала страны Запада обратить на это внимание. Тем не менее, внимания никто не обращал. И сейчас, когда говорится о размещении на территории Белоруссии ЧВК, Вагнеры и том, что они уже выдвинулись в стороны Суваловского коридора, то есть у нас это не вызывает никакого удивления. То есть Белоруссия под управлением Лукашенко было и остается плацдармом для российской армии, плацдармом, военным плацдармом Кремля, а также угрозой региональной безопасности. И, возможно, любые сценарии в связи с тем, что на территории Белоруссии уже размещена ЧВК, Вагнер, и можно с ним сказать, в принципе, источники нам сообщают, что их численность гораздо выше, чем сообщается сегодня в различных белорусских телеграм-каналах. На самом деле их порядка 10 тысяч, уже прибыли 13 колонн. Вооружить их – это вопрос времени. Возможно, это, конечно, не представляет сегодня реальной военной угрозы для Украины или для Польши, но, тем не менее, какие-либо провокации с их стороны, какие-то теракты, попытки атаковать границы с Польшей и Литвой, я думаю, все это будет предприниматься. Вот возвращаясь к теме западной Украины, почему вообще возникает тема западных регионов Украины, что их кто-то аннексирует. Это же тоже постоянная такая политическая история. Даже до начала большого вторжения России в Украину постоянно говорили о том, что на самом деле Польша претендует на западноукраинские земли. А Россия как бы не очень против, Беларусь против. Потому что, кстати, речь же идет о том, что Польша еще и западные земли Беларуси хочет аннексировать. Мы должны это тоже помнить, так говорит Путин. Это уже Путин, не Лукашенко. Так, ну тут ключевая история. Первый момент. Это внутренний монолог Путина со Сталиным. И, возможно, с теми или иными русскими царями в стиле Ивана Грозного. То есть, которые пытаются мерить это все каким-то, не знаю, определенным культурным пространством. Как им кажется. Со второй стороны, это очень четкие угрозы для евроатлантического сообщества. Речь идет о возможной провокации. И если Путин будет входить в собой созданную провокацию, это будет означать, что он уже не будет иметь возможности останавливаться на полдороге. То есть, если он входит, например, в военную провокацию с блоком НАТО, выход уже будет, скажем так, даже не 2 рубля. Даже не 3 рубля. Это уже будет полноценная война. И о чем предупреждал его президент Байден. То есть, Байден снова сказал, если хоть один дюйм территории НАТО окажется под угрозой, мы ответим. Но, понимаете, тут даже не разговор о западной Украине. То есть, мы понимаем, что в свое время покойный Жириновский очень активно начинал качать вот эту всю историю, пытаясь подчеркивать то, что, мол, не нужно, это не входит в наши интересы и так далее. Вот западная Украина, это она как-то сама по себе, а мы интересуемся тем, что называется Востоком и Югом. Но нет, сейчас ситуация просто может кардинально поменяться, перевернуться, перевернуться. То есть, история про вагнеровцев, это история в том числе и про субъективизацию вагнеровцев. Мы говорим о том, что на территории Беларуси находятся вооруженные отряды в количестве, вот Наталья сейчас назвала число около 10 тысяч людей. Мы понимаем, что они могут быть оснащены дополнительной бронетехникой и так далее, и так далее. То есть, они выступают уже в определенном плане как определенный субъект. То есть, не то, что это непосредственный инструмент, например, главного управления Генштаба Российской Федерации, или Кремля. То есть, они уже претендуют на определенный, скажем так, свой статус. И вот, я думаю, в этом может заключаться как раз путинский план. Лукашенко не готов стать главным Муссолини вот этой вот возможной провокации против Литвы и против Польши. Для этого нужен кто? Конечно же, какая-то такая непонятная структура, как вагнеровцы, которая будет, мы все будут понимать, кем она управляется, но в случае, например, ракетного ответа и погашения вооруженных частей и вооруженных позиций вагнеровцев, которые выдвигаются в направлении Сувалтского коридора, ну тогда что? Ну тогда и Лукашенко, и Путин будут готовы, я думаю. Наталья, а вообще вот действительно Лукашенко готов быть в Муссолини? Или может он уже в Муссолини? Ну, в таком я бы сказал. Лукашенко уже очень давно в Муссолини, с 24 февраля 2022 года, когда предоставил территорию страны для вхождения российских войск в Украину, когда с территории Беларуси очень долгое время летели ракеты на украинские города. Лукашенко, Муссолини и сегодня, когда на всех военных полигонах в Беларуси обучаются российские мобилизованные. Лукашенко, Муссолини и сегодня, когда на территорию Беларуси прибыл ЧВК «Вагнер», совершенно понятно, что это путинская ЧВК, и давайте не будем играть и делать вид, что это якобы что-то независимое. Пригожин это понятно, даже несмотря на походку госпереворота или мятежа, что это было, все равно остается верным слугой кремлевского вождя. И, соответственно, Лукашенко, предоставляя территорию для ЧВК «Вагнер», он полностью подписывается под путинскими планами по дальнейшим угрозам как Украине, так и странам НАТО. Мы видим, что сегодня делает ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Они активно тренируют белорусскую армию. Внутренние войска, инженерные войска, войска радиационной, биологической, химической защиты, механизированные бригады, ездят в военно-патриотические детские лагеря. То есть все это происходит под патронажем Лукашенко и его силовиков. Это часть сегодня белорусской армии. Чтобы ЧВК «Вагнер» сегодня не творил на территории Беларуси относительно стран Запада, ответственность за это лежит непосредственно на Лукашенко. В нашем эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами журналисты Антон Барковский и Наталья Радина. Мы обсуждаем ситуацию в Беларуси после перебазирования туда наемником частной военной компании «Вагнер». И вот Антон, Наталья на самом деле затронула очень важную тему, которую мы еще не обсудили. Она на самом деле ключевая. Вот частная военная компания. Наталья говорит о том, что Евгений Пригожин остается слугой Владимира Путина. И тут даже без конспирологических теорий, был ли этот Путч имитированным или настоящим. Но может быть сама возможность воспользоваться Путчем для того, чтобы доказать, что Путин и Лукашенко не имеют никакого отношения к Пригожину и является ключевым моментом в этой истории. В некую страну вводятся вооруженные люди, которые на самом деле часть российских спецслужб. Но как бы к ним не относятся, хотя у каждого, там, второго, были погоны Федеральной службы безопасности или службы внешней разведки Российской Федерации или главного разведного управления Генштаба. Но это они сами по себе, они просто зарабатывают деньги, и вот так зарабатывают деньги, они... Наемники, непонятные наемники. Да, вот может быть в этом суть всей истории последних месяцев убедить Запад, что есть что-то независимое от Путина, и это независимое может совершать собственное действие. Ну я думаю, что никто, конечно, не поверит в то, что они независимые, но есть такое понятие, как, не знаю, дипломатический протокол, согласно которому, если человек не захочет увидеть в них непосредственную руку Кремля, ну он и не увидит, но я думаю, что все будет много сложнее. На самом деле, то есть, как говорится, мяч уже будет лежать на стороне стран НАТО, то есть Литвы и Польши. В начале нашего разговора мы упомянули о том, что, да, изменились сейчас алгоритмы реагирования со стороны блока НАТО на непосредственную военную угрозу, и тогда, соответственно, это не будет собираться большой курултай, они не будут заседать, голосовать, там Орбан не явится или, например, проголосует против. Нет, решение на тактическом уровне будет приниматься главнокомандующим блока НАТО на европейском континенте. Наталья, на самом деле, мы же помним, что была уже репетиция, и, кстати, без всякого Вагнера эта история с мигрантами на границе Польши и Беларуси. И совершенно было очевидно, что белорусские силовики сознательно гонят людей на польских пограничников. А Лукашенко перед этим, его структуры сознательно заманивают людей на территорию Беларуси. Вагнера не было, но, тем не менее, провокации на границе были. И премьер-министр Польши Мартеш Моровецкий, кстати, о них вспоминает, именно когда речь идет о нынешних угрозах. Действительно, может быть, это была репетиция того, что может состояться уже в каком-то ином виде в ближайшие недели или месяцы. На самом деле, гибридная война против Польши длится с территории Беларуси с 2021 года. То есть, именно тогда начали атаковать польские границы, стали действительно завозить специально из стран Ближнего Востока мигрантов и направлять их даже под дулами пистолетов и автоматов. У нас была такая информация, пограничники гнали людей в Польшу. И вот эти атаки, они будут продолжаться, безусловно, и с участием в том числе вооруженных бойцов ЧВК ВАГНИ. Что в этой ситуации делать? Вот сегодня мы знаем, что Польша увеличивает количество войск на территории с Беларусью. Но я думаю, что эта мера недостаточна, что необходимо вводить жесткие санкции против режима Лукашенко из-за вот этих вот атак на границу Польши. Потому что они, естественно, будут усиливаться, если не будет никакой реальной реакции. А никакой серьезной реакции на самом деле с 2021 года не происходило. Посмотрите на те санкции, которые введены, они недостаточно. И сегодня те санкции, которые вводятся против режима Лукашенко, также недостаточно. Вот звучит угроза закрыть границу с Беларусью. Я выступаю против этого, потому что, в первую очередь, из-за людей, которые лишатся возможности выехать с территории Беларуси. Это серьезная опасность, потому что люди в Беларуси сегодня подвергаются очень серьезным репрессиям и должна быть возможность выезда страны. Но, тем не менее, что нужно сделать? Вводить торговый эмбарго в отношении Беларуси. Закрыть транзит товаров через территорию Беларуси. Вот это будет действенная мера. Не против людей, а против режима. Просто наступить на горло собственной песни и ввести, наконец-то, реальные санкции против режима Лукашенко. Прекратить с ним торговать, потому что торговля активная, продолжается. И сейчас, кстати, есть все возможности ввести вот этот торговый эмбарго, потому что недавно была на последней сессии Международной Организации Труда было принято решение применить в отношении Беларуси 33-ю статью Устава МОД. Это позволяет ввести торговый эмбарго в отношении Беларуси всем странам, членам Международной Организации Труда. Почему-то сегодня никто этого не предпринимает, а мы видим, что торговля с Беларусью, той же Германией, Литвой, Польшей, она только нарастает. Если будут введены эти меры, поверьте мне, и ЧВК-обамер уйдет в территории Беларуси, и ядерные ракеты быстренько вывезут, если их уже завезли. И не прекратится, и в том числе не будет угрозы новых ракетных обстрелов украинских городов с территории Беларуси. Если вы уже вспомнили, Наталья, о ядерном оружии, это может быть угроза его размещения в Беларуси или подлинное размещение в Беларуси. Это как раз подготовка к тому, что да, если в Беларуси будут совершаться какие-то провокации, вы не должны отвечать, потому что там есть ядерное оружие, мы можем ядерным оружием ответить в случае угрозы Беларуси. Зачем Путин постоянно стал говорить, что нападение на Беларусь это то же самое, что нападение на Россию. Он ведь раньше таких слов не произносил. Нет, ну безусловно, это шантаж. Эти ядерные ракеты, которые будут размещены или уже размещены на территории Беларуси, наша задача не поддаваться на этот шантаж. Потому что вы понимаете, что любые разговоры с шантажистом, они никогда не заканчиваются. Шантаж может продолжаться бесконечно, если вы идете ему навстречу. И в этой ситуации нужны действительно жесткие меры, помимо тех экономических санкций, о которых я говорила, необходим также серьезный ответ стран НАТО. И каким этот может быть серьезный ответ в случае размещения на территории Беларуси ядерных ракет, но продолжение вот этих угрожающих заявлений со стороны Лукашенко относительно Украины и стран НАТО, каких-то военных угроз, которые будут, и провокации, которые будут исходить со стороны Чувакования, необходимо прямо говорить о вероятности введения на территорию Беларуси миротворческого контингента НАТО. Потому что это серьезная угроза сегодня всему региону. И Лукашенко, конечно же, думает, что это только укрепит его режим, что он будет и дальше запугивать всех этими ядерными ракетами, пригожинскими бандитами, вероятностью новых обстрелов Украины, вероятностью вхождения российских и белорусских войск на территорию Украины. Но скажите, а как долго мир будет продолжать терпеть вот этот шантаж? Мир может, на самом деле, к сожалению, терпеть очень долго. Потому что, когда речь идет о том, что платит за это все Украина, а мир, скажем так, будет пытаться искать палеотивные решения, но это может продолжаться долго. Но есть еще очень важный момент. То есть, на самом деле, Украина могла бы субъективизироваться в обороне того же самого Сувалгского коридора. У нас есть грандиозное, историческое и реально боевое соединение, которое называется Польско-Литовско-Украинская бригада. Кажется, имени князя Островского. То есть, мы понимаем, что очень много украинских солдатов и офицеров прошли уникальный военный, имеют уникальный военный опыт, которого не имеют наши евроатлантические партнеры. Ни в Польше, ни в Литве. И, соответственно, возможно, именно украинский опыт в отношении действий мог бы быть очень полезным. Речь идет о увеличении количества бойцов в данной бригаде, и снабжение ее более тяжелым вооружением в необходимом количестве. Тоже может быть такой довольно неплохой ответ. С другой стороны, может быть, это все делается как раз Путиным и Лукашенко для того, чтобы каким-то образом торговать именно Украиной. Вы знаете, вот мы не будем посылать никаких пригожинцев в Польшу, а вы прекратите помогать Украине. А вы Абрамса не присылайте. Да, совершенно верно. Вы Абрамса не присылайте. Вот, может быть, это действительно торговля шантажом, как говорит Наталья. Без сомнения, но тут вопрос в другом. Понимаешь, война всегда начинается, очередная фаза войны начинается вдруг. То есть, ну, не захотят услышать, например, на Западе этого. Вот, немцы могут прийти к одному решению, а Великая Британия пойдет по другому пути и так далее. То есть, этот шантаж, он обречен. Понимаешь, то есть, он обречен даже в двух сценариях. То есть, один сценарий, когда Запад не услышит, и второй сценарий, когда Запад будет обязан ответить. То есть, вот, вот к чему мы, вот к чему мы приходим. Ну, у нас уже стало звук на несколько минут, поэтому я хочу, чтобы каждый раз сказал, в принципе, насколько вы допускаете возможность реального вооруженного конфликта уже России и Беларуси с странами НАТО. Пусть гибридного конфликта, но вооруженного с гибелью людей и с какими-то провокациями на польской или литовской границе. Наталья. Ну, конечно, для них это будет самоубийственный шаг, но ничего нельзя исключать. Мы видим, что Путин не намерен останавливаться на Украине. И чем дольше идет война, тем больше мы понимаем, что двух диктаторов невозможно остановить просто уговорами. Поэтому нужны жесткие действенные меры как со стороны стран Запада, так и со стороны Североатлантического альянса. Ну, футурология в данном случае, она, скажем так, не очень благодарное дело, но опасность очень высока. То есть, поднятие градуса, создание вооруженной группировки, которая имеет привязку не конкретно к Кремлю, не конкретно вооруженным силам, она, скажем так, она позволяет засомневаться во вменяемости. И мы понимаем, что русские, когда начинают торговаться, они всегда забываются, и это может прорваться. Вот в чем есть очень большая угроза. С другой стороны, мы понимаем, что если будет вооруженная провокация, это не будет вооруженная провокация против Литвы или против Польши. Это будет вооруженная провокация против евроатлантического сообщества, против блока НАТО. И, соответственно, то есть это может просто поднять уровень градуса напряженности еще на несколько, не знаю, децибел. Спасибо. Ну, будем следить за событиями вокруг нахождения вагнеровцев в Беларуси и вокруг тех угроз, которые мы слышим из Москвы и Минска, и вокруг тех реальных проблем, которые могут возникнуть в связи с тем, если эти угрозы начнут реализовываться. Мы говорили с украинскими журналистом и публицистом Антоном Барковским и белорусской журналисткой главным редактором сайта «Хартия-97» Наталья Радина. И спасибо, господа, что были в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Мира вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова